Частые ошибки совершают гимнастки. Первый, второй, третий поворот. Колено должно быть идеально прямое. Это прям секретик. У вас будет успех при вращении. Упражнение фуэте одно из самых сложных для гимнасток. Но если наработать силу мышц и правильную технику, то каждая сможет научиться выполнять его правильно и получать высшие баллы на соревнованиях. В сегодняшнем видео мы пошагово разберем, как научиться выполнять фуэте в сторону с ногой с помощью руки, в чем его сложности и какие частые ошибки совершают гимнастки. Фуэте это часто повторяющееся вращение на одной ноге. То есть мы принимаем какую-то форму и через одно вращение, через двойное вращение, приседая, ставим пятку на пол и сразу выходим на высокий полупалец. И здесь очень важно научиться долго стоять в форме этого равновесия. Потому что если вы не сможете устойчиво удерживать это положение без вращения, то с вращением в динамике, еще и с предметом в руках, вы по-любому получите какое-то падение и не сможете удерживать форму. Поэтому первое, встали в равновесии и ваша задача устоять. Второе, это турлян в этой форме. Потому что если вы сможете сделать маленький поворот пяткой вокруг себя, у вас будет успех при вращении. Потому что здесь как раз мы в динамике, в движении сохраняем правильную форму. Третье, это конечно же сила опорной ноги, которая выталкивает нас наверх в этот поворот. Поэтому упражнения, такие как присели и вскочили на ролеве. Плие, реле, реле. Реле это вскок на высокие полупальцы. Вы должны делать как на двух ногах, так и на одной ноге. Просто нога согнута, с ногой вперед, в сторону. И в сторону с помощью, так как мы делаем это на фуэте. Добавляем свободную руку. И выполняем до тех пор, пока не почувствуем, что у нас нога максимально может выпрямиться. Что мы сможем устоять дольше на полупальцы после вскока. Что мы удерживаем ногу. Она у нас не падает и не меняет свое положение. Не удерживаясь в хорошей амплитуде. Можно делать сначала у опоры. И после этого на середине. Можно добавлять резину. Например, одеваем ее на опорную ногу, на свободную руку. И добавляем это движение, чтобы потом в повороте вам свободная рука, которая не держит ногу, помогала вращать и устойчиво удерживать ваш поворот как можно дольше. И. Раз. И два. И три. И пассе. Вверх. Наклон. Встала. Стараемся после плие вскочить и стоять. Одно, две, три секунды. Это как раз и будет первый, второй, третий поворот. И чем больше вращений вы сможете сделать, не опуская пятку на пол, тем выше будет балл. Потому что за каждое вращение вы получаете определенные баллы. Не важно, встала пятка на пол или нет. Поэтому старайтесь закрутиться сразу же максимально много. И ставя пятку прям не приседайте глубоко. Потому что как только вы низко присеяли, вам сразу же захочется изменить что-то в корпусе. Второе важное условие – это правильная спина, осанка. Потому что как только у нас начинается шатание в спине, сразу же появляется смещение центра тяжести тела и происходит падение. Поэтому держим ровно спину. Для этого поднять плечи, опустить их вниз и укрепить бока. В этом положении спина неподвижная. Вы поднимаете ногу в сторону и держите опущенными плечами, держите подтянутыми спину. Таким образом оно у вас не может ни наклоняться, ни изменять положение, и вы не можете падать. Очень большая ошибка, когда вы делаете фуэтэ. У вас болтается тело. Вот как бы идет мах, но тело расшатано. Вот вам нужно удерживать тело неподвижно. Нога делает мах, а тело, вот руки, спина абсолютно на месте. Вот чтобы это получилось, берем бутылочки. Одну в правую руку, вторую в левую руку. Бутылки. У кого есть, у кого нет, можно стаканчики взять. И делаем то же самое, удерживая это положение. Дальше, когда вы держите ногу, ваша задача прижать ногу к спине, а спину как можно ближе к ноге. Вот так сложиться в одной линии. И таким образом вы получите устойчивое положение. Нога должна быть не спереди, а сзади относительно вашего плеча. Поэтому, когда мы ее растягиваем, мы прямо вводим ее в сторону. А зад подтягиваем, чтобы он не уходил назад. Это, кстати, частая ошибка, которая у девочек происходит, когда вы стремитесь закрутиться ненужным местом. Ваша нога закручивает вас. Дальше, голова. Очень важно определить, как работает голова в этом повороте. Потому что, если вы не будете смотреть в правую сторону, поворачивая голову, вы не сможете даже начать вращение. Потому что вы будете останавливать себя взглядом. А после того, как вы сделали один тур, ваша задача вернуть глаза в точку и смотреть на нее, когда вы делаете плие. После вскока быстро убрать голову и взгляд, и вернуть в точку. Точка – это какое-то место перед глазами, куда вы смотрите и ловите вот это равновесие. Потому что, если вы будете смотреть в пол или в любое другое положение, и в пространстве вы не сможете делать точные обороты на нужное количество. Я видела гимнастов, которые приседают каждый раз в разное место и теряются в пространстве. И от этого у них теряется само вращение. И судьи не могут посчитать определенное количество поворотов. Поэтому смотрим перед собой, и это помогает вам не падать. Когда вы делаете двойной, тогда просто отправляем голову вправо, и прям поворачиваясь, мы не останавливаем глаза, а останавливаем голову только когда мы сделали нужное количество оборотов. Это прям секретик, который вы можете наблюдать у гимнаста, которые по 3-4-5 вращения делают, не опуская пятку. И дальше. Вы должны вращать на очень прямой ноге. Когда вы вскакиваете на носок, колено должно быть идеально прямое. Когда вы опускаете пятку, колено слегка сгибается. И очень частая ошибка – вскакивая на носок, гимнастки остаются в положении на согнутой ноге и продолжают вращать. Таким образом, это не только сбавка восполнений, но еще и то, что приведет вас к падению на элементе. Поэтому, вскакивая на прямую сильную ногу, вы прям должны почувствовать боль в коленном суставе, напряжение мышц, подтянутую спину, и сильное, конечно же, положение ноги и руки, которой вы притягиваете ногу. Кстати, чтобы проверить это положение, вы можете выполнить сначала упражнение на полу, когда вы держите ногу и прижимаете рукой ее как можно ближе к телу. Таким образом, вы тренируете прям силу мышц для этого элемента. Потом то же самое, стоя у опоры и на середине. И дальше. Конечно же, у нас есть свободная рука, которая не только создает красоту, и она должна ее создавать в каждом движении, в каждом упражнении, в каждом вращении. Но здесь она является очень хорошим помощником для форса. Форс – это прям сила. Сила вращательного момента. И когда вы берете ее активно в первую позицию, вы начинаете вращаться. Когда вы берете ее в третью позицию наверху, она вытягивает вас наверх и тоже добавляет вращение. Даже когда у вас предмет в руках, можно сделать такую работу, постукивание, например, над головой, чтобы вам помогало это вращаться и сохранять хорошую скорость на вращении. Поэтому добавляйте работу рукой, но без плеча, когда вы учите этот элемент и когда вы делаете его с предметами. Ну а когда вы уже научились и взяли предмет, здесь очень важно, что на каждых двух жимах пятки вы должны поменять работу. Например, вы просто держали мяч, если это с мячом, раз-два. Дальше вы должны сделать на следующих двух как минимум какую-то другую работу, например, отбив. Таким образом у вас засчитается элемент. А если вы все время будете держать предмет или делать одну и ту же работу, то после второго на третьем вам уже не засчитают это вращение. Хорошо? Ну и в конце. Когда вы опускаете ногу и завершаете элемент, ваша задача вытянуться вверх как можно выше, потому что только с таким ощущением вы сможете остаться на ногах, не упасть, не присесть и не сделать лишние переступания, что тоже, конечно же, снимает нам баллы, когда мы выступаем за исполнение. А если это очень большое падение с элемента, то и весь элемент может не засчитаться. Но в любом случае, когда мы приседаем, вы смотрите, лицо уже вперед, прямо нога уже открыта. Вот эта стопа должна быть вывернутой. Вот эта завернутая стопа, ксалапая, да, видите? Да, и вот этот скоб, нет, пол пальца и гимнастка ушла прямо в диагональ. То есть здесь надо стоять ровно, опустить очень сильно лопатки, соединив их. Вот нога и рука раскрываются вообще абсолютно вовремя, у меня нет претензий, да? И вращение должно быть на прямой ноге. Я вам желаю больших успехов в обучении этого элемента, потому что он действительно очень сложный, необычный, но с другой стороны, его может выучить каждая гимнастка, потому что здесь не требуется супер растяжки и мега гибкости. Субтитры создавал DimaTorzok